Итак, теперь мы рассмотрим эти два праздника, Пасх и Шаббат, и поговорим о том, как праздновать эти праздники. В еврейском стиле жизни существует два центра в праздниках. Знаете об этом? Это собрание всей общины. Общинное собрание. И второй центр — семейное. Никогда не сможете передать эффективное еврейское сознание, если этого не будет в семье. Вы знаете, что 27 лет я был пастором. И за последние 9 лет я только являюсь апостолом. Но если бы снова повторились эти 27 лет, то я бы намного больше времени уделял семьям и тому, как они должны жить еврейской жизнью. И не зависеть только от общественных собраний общины. И нужно быть ведомым Духом. Поэтому я не даю вам правила того, что нужно делать. Просто мы узнали, что имеет самое важное значение. И я свидетельствую о том, что мы успешны. Потому что мои дети живут еврейской жизнью. И мои внуки растут в еврейской семье. И наша семейная жизнь очень сильно по-еврейски проявляется. И вот как это получается. Во-первых, в семье на Шаббат Ключ в том, чтобы мы начали готовиться к Шаббату. И это означает Если возможно, то к вечеру пятницу замедлять темп жизни, если возможно. Не для каждого это возможно. Но если это возможно Это просто замечательно в Израиле. Знаете почему? Потому что После обеденное время в пятницу Весь бизнес закрывается. И в пятницу Самая основная трапеза Праздничная трапеза Самая лучшая еда Самое лучшее блюдо Выпеченный дома хлеб Который так хорошо пахнет И вы готовите особенный вечер в пятницу И когда мы поступали так, то мы делали акцент на семейном времени И фокус на наших детях И всегда были гости у нас Но я говорил гостям Вы приглашены сюда Но пока наши дети не пошли спать Мы сфокусированы на детях Это замечательно Тогда дети чувствуют, что они важны для вас И тогда у них будет ассоциация с шаббатом в том, что им уделяют внимание Вот типичная пятничная вечер Когда мой старший сын Вениамин Сегодня ему исполняется 33 года Но 30 лет назад Когда ему было 3 года Он видел, как жена моя, Петя, раскладывала блюдо на столе И он начал с радостью радостно восклицать Это вечер Борей Поскольку он знал, что именно тот вечер мы богословляем Борей Борей Пури Хагафен Поэтому для него в 3 года это был вечер Борей Почему он был так счастлив? Потому что он знал, что это тот вечер, когда мы рассказываем истории И мы находимся вместе с ним Отдаем особое внимание им Поэтому наши дети выросли и любят шаббат И они не дерутся Это самый хороший вечер для них на неделе Поэтому мы начинали с зажигания свечей Мы все сидели за столом И мы изменили благословение Ватсивану означает «Который заповедал нам» Я не могу говорить эту фразу Потому что это раббинистическая заповедь И в Библии я не могу найти такой заповедь, чтобы Бог дал заповедь зажигать свечи шаббат Но зажигание свечей делает это особенным И праздничное настроение Когда вы идете куда-то с вашей любимой женщиной То вы идете в ресторан, что там в ресторане обычно есть Свечи Да? 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 Да, да, да Мне не водить Окей, так Итак Вы зажигаете свечи, чтобы это был особенный вечер И существует множество вариаций благословений Одна вариация такова Теперь я скажу на английском Затем ваш эксперт по еврейту переведет вам Благословен ты Господь Бог, наш Бог Царь вселенной Который освятил нас своими заповедями И дал нам Иешуа Хамашиаха И заповедал нам быть светом миру Нравится это? Да Это мессианское еврейское благословение при зажигании свечей Некоторые укоротили его Вместо заповедовавшей Говорят, вдохновившей нас Вдохновившей нас зажигать свечи Затем мы говорим традиционное благословение Из Сидура на Шаббат Я не могу всему этому вас учить Вам нужно будет купить Сидур Посмотреть Это очень просто Сидур на иврите и русском языке И это очень знакомо для людей Поскольку это благословение хлеба и вина Начинается оно Слов Писания И был шестой день, которым Бог сотворил небо и землю И все живущее И потом почил на седьмой день И затем идет благословение вина И благословение хлеба И в этом случае хлеб и вино не являются причащением Но мы вспоминаем, что Иешуа использовал хлеб и вино Как символизм его тела, его крови Поэтому мы вспоминаем об этом И арабины говорят, что вино должно быть красным Чтобы напоминать нам о жертвенной крови Разве это не интересно? И вот Я ищущий И ехалу хашмайм ва адрць ва коль цево ам Векол елוהим Байом хашеви И милахто Ашер аца Ваешбот байом хашеви И мекол милахто Ашер аца Вебарах Элוהим Эт Ям хашеви Вякадеш В шестой день были завершены небо и земля во всем их совершенстве. И на седьмой день Бог завершил свое слово, которое мы исполнили. И на седьмой день он удерживался от любой работы, которую он делал. И Бог благословил седьмой день, поскольку он почил от всей работы, которую он совершал. И вы чанты немного, вы знаете, Not that hard, but you learn this, you know. Then you say the blessing over the wine. Затем вы говорите еще одно благословение. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who has sanctified us with your commandments, took pleasure in us, and with love and favor gave us the Holy Sabbath as a heritage and a remembrance of creation. И который любит нас, и который с любовью дал нам Шаббат, как память о своем творении. For that day is a prologue to the holy convocations and a memorial of the exodus from Egypt. The first part. For that day is a prologue, it means a foreshadowing. Потому что, and all of together, it's a, it's, it's the, for just that part do. For that day is a foreshadowing of all the holy convocations. Поскольку этот день является признаменованием всего святого собрания. It is a memorial of the exodus from Egypt. И воспоминание об исходе из Египта. That's from Exodus chapter 31. Исход 31. Поскольку Ты избрал нас из народов и освятил. И свою святую субботу Ты дал нам как наследие. Благословен Ты, Ха-Шем, освящающий субботу. Затем говорите. Амин. So, but before that, you drink the wine. You drink the wine. Then you say the blessing over the bread. До того пьете вино, а потом благословляете хлеб. And the chant goes like this. Baruch at Adonai Eloheinu melech olam. Asher kitshanu be mitzvota varatzavanu. Vashabbat katshu beahava uvratzon hinchilanu. Zicharon l'mase vareshit. Ki huyom tehillel mechre kodesh. Zacher l'tziyot mitzrayim. Now most Jews know this tune that I'm going to sing to you. И большинство людей знают это так же, то, что я буду петь вам сейчас. And everybody joins in at this point with the Father. И все в тот момент начинают вместе петь. Вся семья. Вся семья поет. Кивану бахарта вьотану кидашта Микол хамим Вашабат катшика Вьохава увратсон hinchaltану Барuch от Adonai Микодеш ха-шабат Амин Now you've got a problem. What if you have a father that cannot sing? А что если папа не умеет петь? Ай-яй-яй Now Now After this And then we eat the bread Мы кушаем хлеб Шабат bread My daughter makes honey butter She puts honey on it Honey in the butter And mixes it together Моя дочка делает хлеб Ну тесто Мед добавляет тесто Когда печет хлеб Никакой диеты в шаббат Никакой диеты Можете полностью прочитать Всего И затем благословляете семью Детей, чтобы они были успешны И затем я молюсь Спонтанно Благословляю Ешуа Затем замечательная трапеза у нас Когда мы делаем так Это ходатайство Мы хотим, чтобы шаббатный мир Пришел во весь мир Затем мы кушаем В нашей традиции этого достаточно Мы не благословляем после еды Вы можете, если хотите Можете спеть гимн Гимн христианский такой Благословен Мы не делаем этого Вот что я нашел Что я увидел Если слишком много литургии Вы потеряете своих детей Сколько дети Дети Будьте дружественно настроены По отношению к детям В том, как передавать им Это наследие Всегда И после трапезы Мы молимся Мы поклоняемся Затем читаем истории детям Затем молимся о них Укладываем их в постель Затем общаемся с гостями И вот все И вот все Вопросы Только вот по этой теме Если такого нет в доме Если такого нет в доме Тогда дети не захотят жить еврейской жизнью Есть исключения, конечно, но в общем Эра в шаббат домашней, семейной Это самая важнейшая часть наследия, которая передается в семейную жизнь Вы понимаете? Вы понимаете? То же самое Такая же радость в доме моего сына с его детьми То же самое Поэтому теперь наши внуки Также радостны, потому что это вечер Борей И в нашей традиции Утро шаббата Это служение И, конечно, у ортодоксальных евреев Служение в эре в шаббат синагоге Проходит Вечернее служение Эре в шаббат синагоге Поэтому до наступления шаббата Евреи молятся Затем еще домой идут И трапеза дома Очень раннее служение Может быть, с пяти до шести вечера Но когда лето, это трудно Потом семь-восемь служения А потом кушать поздно надо Поздно кушать надо А потом еще и проблема зимой бывает Реформаторские евреи Проводят свое служение В восемь вечера В пятницу После ужина А нам это не нравится Мы хотим быть с семьей Вечером в пятницу Это намного лучше И в субботу приходите на служение Нужно понять, что центр еврейское поклонение То, что мы собираемся как ходатайственное священство Чтобы принести приношение Богу И ходатайствовать за Израиль и за народы И поскольку суббота должна быть радостной То намного меньше акцент на грехе делается И на исповедание Если сравнить это служение С каждодневным служением Есть нечто удивительное в этой книге Восемьдесят девяносто процентов содержания этой книги Библейские по своему содержанию Очень удивительно Существует небиблейская часть Молитвы за мертвых Есть такое Которое не библейское Исповедание Бога как ехид Одного Мы этого не можем исповедовать Поскольку мы верим, что Бог один Но во множественном Во множественности Понимаете, что Большая проблема в отношении этой книги Если мы содержание этой книги Сделаем нашим содержанием поклонения Это будет большая проблема Поскольку Иешуа не является центром Только если мы сами не пройдем параллель И не сделаем это явным На Ишуа есть намеки в этом Он скрыт там Но на нем не явно говорится В молитвеннике Мы не можем поклоняться и молиться Так, как будто Иешуа не пришел Поскольку все теперь должно быть изменено И вот такая проблема Мессианских евреев Которые делают эту Эксидуру Центром своей молитвы Поэтому нужно много материала Еще добавлять к нему Или же изменять еще И все же я верю, что Что эта книга почти чудо Поскольку когда наш народ заблуждался И не принял Иешуа Начал склоняться к законничеству Начал склоняться к антибиблейским учениям Но не все, потому что иудаизм Это смесь плохого и хорошего И Бог помог нашему народу Или даже вдохновил на эту книгу Которая так очень основана На библейских писаниях И она настолько насыщена И еврейскими писаниями Как эти части молитвы Так что послание этой книги На каждой странице В том, что Бог избрал нас Что это не из-за наших дел А по Его милости Он спасает нас И Он спасет нас Все по Его великой милости И полностью там сосредоточено на Искуплении всего мира Богом Я называю это Евангелический контент в иудаизме Содержание, сущность евангелическая В иудаизме Это удивительно Но это неадекватно Поскольку это неадекватно Поскольку это все до Ишуа Говорит, все кроме Ишуа И я не буду сейчас рассматривать Шаббатные служения Либо другие служения Поскольку мы за один раз Рассмотрим молитвы в еврейской традиции В одном разделе Это, можно сказать, шестой пункт вашем Шестой пункт вашем Плане, и вот причина Что каждодневные молитвы В этой книге, которая записана Это основополагающие принципы молитвы И затем на Шаббат вы изменяете их Но основа остается одной и той же И затем изменения происходят Для каждого праздника Когда вы измените содержание Допустим, если взять Песох, Сукот, Шавот Не сильно оно изменяется Но что-то добавляется И затем на Роша Шана и Йом Кипур Так много вы добавляете всего Вот на эти великие праздники Вы используете другую молитву Другой молитвенник Этот молитвенник Сидур называется Сидур Что это значит? Сидур О, да, порядок Как Седр Порядок молитвы И во время великих праздников Вы используете молитвенник под названием Махзор Что происходит от цикла молитв Возвращения И в Махзоре множество молитв добавлено Так много молитв, что нужно просто составить Уже был другой молитвенник И мы уделим внимание Самым важным молитвам в Махзоре Которых нет в Сидуре Вы еще со мной? И помните, что еврейская молитва Не заключается в том, что мы получим от этого Но это священническое ходатайство Я думаю, что нам следует учиться из этого Мы исполняем священнические обязанности Когда собираемся молиться Давайте перейдем к Песоху И посмотрим, что там происходит Центр еврейского Песоха Находится в семье И вот эти добавления в литургию На Песохе Не очень много Существует дополнение к центральной молитве Существует дополнение к центральной молитве Амиде Шмона Эсре Шмона Эсре 18 благословений К чему мы возвращаемся И центр то, что мы называем Агадда Агада И я просто укажу на эти центровые моменты Это блюдо Это большое На седер На котором помещаются эти пищи Кто из вас Кто был на седере И вы большинство знаете И вы знаете, что на этом блюде Вы кладете эти вещи Что вы поставите туда Горькие травы Горькие травы Костя Агнца Затем яйца Что еще? Хоросет Что еще? Что еще? Не обязательно Соленая вода Важна Иногда они ставят на блюде Чашечку Ну, людечка с водой Иногда отдельно Мы еще одного опустили Просто есть горькие травы И зеленая трава Это петрушка Если взять мацу Которая в Библии есть Она не находится на блюде Она отдельно И также горькие травы Реформаторские евреи На Песах Едят Агнца Ортодоксанцы не едят Агнца Ягненка Почему? Можете угадать? Сказать? Да? Не из-за этого Это поскольку это Как способ почтить храм Ведь Агнца Агнца Нужно принести в храм Которого там И там его нужно убить Поэтому они не очень хорошо Чувствуют себя По этому вопросу Что это правильно Иногда мы кушаем Агнца Поскольку мы хотим так вспомнить Иногда нет Интересно Это смешно Что американские евреи Кушают на Песах Курицу И что еще? Курицу И индюка Наиболее распространенные И традиция в иудаизме Такова Что каждый должен объяснить Элементы Которые находятся на блюде И мы это делаем Очень кратко Поскольку когда мы кушаем Тогда мы объясняем Что это такое И мы укорачиваем служение Традиционная Аггада Литургия там на два часа растянута Если вы хотите Чтобы ваши дети Любили Песах Вы должны помнить Будьте дружественны По отношению к детям Когда наконец мы поймем это Если ваши дети Не счастливы По отношению к Песах Им не будет оно нравиться Это только будет оставлять Плохие воспоминания Поэтому мы должны это делать Очень интересно И много чего вы делаете Вначале умываете руки И дети по кругу проходят И с водой И с полотенцем И на Ласт Песове И нам нравится Говорить Рассказывать О последнем Песахе Иешуа И как он сказал Петру Что ему не надо полностью мыться Только омыть руки и ноги Потому что он омыл ноги Петра Поэтому очень много новозаветного материала Мы также используем И Аггада Как и в Сидуре Все там хорошее Но До Ишуа Кроме одной части Может быть две Красное вино Нет упоминания Красной вине И Очень известный теолог Из Кембриджа Еврейский Он думал Что он предполагает Что традиция Использовать красное вино Пришла от мессианских евреев И И три кусочка маца Пришли от мессианских евреев А в традиционном юдаизме Все еще это не Иешуа Они не понимают Это как Иешуа И вы объясняете Каждый элемент Каждую пищу Затем омываете руки Благодаря вино Рассказываете историю Исхода И затем вы рассказываете О новом исходе Иешуа Что он сделал для нас Мы рассказываем историю Из книги Откровения Делаем очень Такой новозаветный акцент Чтобы была в этом Сила нового завета И говорим об искуплении мира И вы пиваете вторую чашу вина И до второй чаши Десять капелек вы ставите Каждая капелька Это каждое наказание Поскольку вы огорчены Из-за страданий египтян Это удивительно гуманистическое понимание Да, они должны быть наказаны И это стало частью нашего освобождения Но мы устаем об этом И затем мы кушаем мацу Также петрушку Моченую в воде соленой Что является рабинической традицией Петрушка — это жизнь Соленая вода — это слезы И жизнь, которая была взята Из наших слез горьких И мы говорим о том, что Иешуа дает жизнь И затем горькие травы И затем Сэндвич гилеля То есть мацу и мацор вместе кушать И также хоросе туда вставите И делаете такой бутерброд Затем поете Дайену И проводите свою трапезу Очень замечательная Если вы ашкеназик То вы спорете традиционную еду Как гефилта-фиш Есть тут фаршированная рыба в Украине? Конечно И мы кушаем фаршированную рыбу С горькими травами И затем куриный суп Почему матца-бол? Бросайте кусочки мацу и суп Кто из вас кушал Такой куриный суп С мацой? Как никогда не ели? Если вы больные И вы скушаете Куриный суп Куриный бульон С мацой То вы выздоровеете И мы сделаем это интересно Когда мы говорим о наказаниях То дети бросают пластиковые жабы на стол И когда мы говорим о мухах Мы let go a whole box of mosquitoes And everybody gets stung No, we don't do that Когда мы говорим о мошках Тогда выпускаем целую банку комаров И они всех кусают Нет, это шутка И отец отсюда Он должен любить рассказать шутки Так, чтобы это было С юмором Стоете Дайену И классно проводите время После ужина Одна из самых интересных частей Которая ведет к одной из самых серьезных До ужина Одну мацу берете Которая называется Афикоменом Приломляете И спрячете Иудаизм говорит, что это отец Что это еврейский народ Священники Левиты И израильтяне Тогда почему же левитов надо Приломить и спрятать Смысла нет никакого Но если это отец И Дух Вы прячете его Он преломлен Тогда он находится в рабу После ужина возвращается Что является воскресением Поэтому Поэтому Вкушение Афикомена Символизирует Приломленное тело Иешуа Дети ищут Афикомена Тот, кто находит Получает награду И потом Вы благословляете Кушаете его Затем Третья чаша Вина Чаша Искупления Это потом Преподводит к следующим Песням Которая символизирует Окончательное Эсхатологическое Завершение Искупления Всего мира И Вы упоминаете О чаши Ильи Которая приходит До Мессия И Вы всем говорите В следующем году В Иерусалиме И я вообще Обеспокоен И меня интересует Больше то Чтобы Литургия наша Была радостной И наша Литургия Проходит Один час Может быть 50 минут До самого Ужина И 15 минут До ужина После ужина И Детям это нравится И если Вы будете Сосредоточены На детях В исполнении Ваших традиций То Вы их не потеряете И думаю Что Родостным Это так же Больше понравится Вопросы У Вас Вопросы есть? Полностью Все 4 фактора Значения Должны быть Объяснены И о них Нужно молиться Вы сидите Затем Вопросы И затем Пасхальное служение И потом Поговорим об этом Что там происходит Чтение Писаний На Песах Хорошо После перерыва Вопросы Продолжение следует...